МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абонент Лахача Пошетенцы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрится Олимбеков, но почему-то чуть, наоборот, присел, сгибая ноги. Оу, сейчас слишком открыто идет в размин Олимбеков, на самом деле. За это может Усмалов наказать. Был сейчас удар как раз. Голову, да, очень высоко держит, что интересно. Слишком задирает голову Олимбеков. Что тоже было немножко интересным. Наверное, профессиональный ММА не прощает. Здесь главное навстречу не пропустить удар. Да, Усманов как раз-таки собран. Руки держит очень высоко. Есть попадание. Идет вперед Усманов. Да, такой авантюрист Олимбеков. Где-то видно, что он не планирует какие-то атаки, просто идет вперед. Вот здесь по таким моментам можно это заметить. Усманов пытался провести комбинацию из двух ударов, но второй удар не дошел до цели. Оу. Есть! Сейчас навстречу пробил Усманов. Попытка пройти. Нет, тут как раз-таки Усманов уже пошел бороться. Попытка провести дейкдаун. Представитель команды Кыргызстана. Азиз Усманов. Колено в корпус, но тут же прихватывает это колено Усманов. Работа в клинче. По две ноги проходит. Удается все-таки посадить. Да, сам садится на самом деле здесь. Ирнар Олимбеков. Прихватил шею, но нет пока такой позиции. Нужно усилить ногами. Нет. Все-таки вытащил голову Азиз. Есть сетка октагона, можно это использовать. Постараться за счет нее встать. Шею еще раз умудрился схватить. У Олимбеков. Ну, контроля нету, конечно же, ногами. Да. У Олимбекова. Поэтому с этого захвата Усманов без особых проблем выходит. Пока не видим, знаешь, какие-то попытки приподняться, встать. Оу, так называемый Нельсон. Нет. Попытался отсюда свипануть. Хорошая была, кстати, задумка. Не так часто видишь такие прям глубинные приемы. Еще раз атакует шею. Не оставляет он надежды прихватить шею оппонента. Мне кажется, Усману сейчас нужно выпрямиться. И наносить удары, потому что слишком он, кажется, в гарде вяжет своего оппонента. Да, сейчас прям вообще малый удар стал. Уже 90 секунд до окончания первого раунда. Уже не скрывает свои намерения, знаешь, он просто держит оппонента в партере. Несмотря на то, что гард открытый, вяжет руки Олимбеков, но тяжело отсюда что-то делать. Еще одна попытка свипа, но устоял на ногах Азиз. Попытался здесь взять захват Кимурой. Да, он был близок к тому, чтобы встать на ноги, но нет. Опять шея. Все свои задумки, атаки, Ернар как будто бы не дорабатывает. Да, вот прихватывает шею, а дальше действий не происходит. Да, что-то начинает. Попытается встать, но дальше потом оставляет такие попытки. Даже в стойке это было заметно. Он пошел в атаку, вроде прыгнул с колена, остановился, передумал. Были такие моменты. Около 20 секунд до окончания раунда. Однозначно этот раунд забирает боец из Турустана. Это, наверное, нет сомнений. Ну и под концовку нужно взорваться, поработать активнее. Что и делает. Хорошая задумка, но нет. Слишком очевидно, он это делал, видит все. Один из Турустанов. Первый раунд заканчивается. Думаю, что в этом поединке судьи отдадут предпочтение бойцу из Кыргызстана. Да, в этом нет сомнений. По таким атакам. А палка это была. Проход в ноги, попытка проведения прохода в ноги, но затем перевод такой вот в оверхенд. Знаешь, есть такой средневес или полусредневес в лучшей лиге мира, тоже, который дерется бесшабашно. Пирейра, по-моему, да? Не, ну Пирейра чем-то отдаленно напоминает. Ну, очень, очень отдаленно. Не то чтобы стиль полностью, а подход Пирейры. Как будто вот Олимбеков разделяет его взгляды на поединок, как нужно его вести. Или же у Олимбекова сейчас... План на бой, никакого плана. Ну, знаешь, им нужна досрочная победа. Вот сейчас команде Алмаз Харандару нужна досрочная победа. Потому что вот сейчас у каждой команды по... У команды три балла, у четыре балла у команды из Кыргызстана, да? Поэтому нужна досрочная победа сейчас. Возможно, это тоже имеет место быть. О, фронткик такой. Размашистый, правда, но попытка была отличной. Так, первый раунд плотно так поборолся Азиз. И интересно, как он сейчас поведет себя во втором раунде. Сильно ли повлияло на него? Довольно-таки опасная стойка у Олимбекова. Пальцы вперед вытягивает. Открытой ладонью стоит. Да, вот не успели ему про это сказать. Он уже пальцами умудрился задеть своего оппозитора. Но здесь рефери должен был устно предупредить, указать на такой момент. Что вот с растопрыдными пальцами, конечно же, нельзя двигаться. Да, прессингует, несмотря на то, что тяжело ему найти дистанцию. Азиз сейчас потихонечку забирает в центре октогона. Размен. Пропускает удар. Казалось, что в этот момент Усманов пойдет бороться, но нет. Болкик. Интересное, конечно, решение. Застаивается опять. Да, абсолютно разные стили предпочитает два спортсмена. Применяют в своем поэзии. Усманов более техничный, собранный спортсмен Олимбеков. Хочет нанести суету в октагоне. Что в целом, мы не получаем его сделать. Обратите внимание. Да, ошибка Усманова. Сейчас Олимбеков находится со спины. Стягивает как-то гону. Интересно, что он будет отсюда делать. Заправляет одну ногу. Но позиция не совсем устойчивая, конечно. Очень тяжело отсюда атаковать. Опять-таки, прихватывает ногу, грузит. Пытается нагружать оппонента. Здесь Усманов еще одну ошибку делает. Ему, наоборот, нужно было оставаться на ногах. Да, неустойчиво все делает Олимбеков. Олимбеков потеряет позицию. Будет ли болевой? Нет. Да. Сполз, да, просто. Не смог как следует закрепиться и тем самым потерял позицию. Ну, теперь как раз-таки вторую половину задачи Усманова отконтролировать. Есть бэкмаунт. Это уже опасно. Вот теперь есть бэкмаунт у этого бруя. Маунт. Но что тут происходит? Реверс за реверсом просто. Теперь уже Олимбеков находится со спины. Как раз-таки вот борьба, такая плотная борьба в первом раунде, кажется, сыграла свою роль. Забирает шею. Не совсем нам тут видно, что происходит. Челюсть сейчас прихватила. Не совсем шея, но есть плотный замок. Но не совсем со спины находится. Да, вряд ли. Олимбеков задушил здесь. Абсолютно вижу угроз для Олимбекова. Точнее, для Усманова. Но есть позиция. Нужно ее закреплять и наносить удары. Позиция халфгарда превращается в холный гард. В углу у Олимбекова подсказывают, что нужно прихватывать кисти, бить локтями. Да, приподнимается на ноги для большей амплитудности ударов. Минута еще впереди. Ну что, первый раунд был за Усмановым, а вот второй забирает. Олимбеков. Ну, к сожалению, вопросов не должно возникать. Ну, судя по тому, как дышит Азиз, то в третьем раунде, конечно, больше шансов у Ернар. 30 секунд до окончания. И попытки поработать снизу от Азиза Усманова. Да, все-таки Ернар тоже весь этот грэплинг очень тяжело дается в плане функциональном. Безусловно. Да, и мы даже по его стойке, по выражению лица понимаем, что ему тоже тяжело работать. Что это было? Сам не прыгнул в треугольник. Сейчас на этой ошибке может Усманов наказать за эту ошибку. Мало времени, конечно. Ну, зато не скучный поединок, мы с тобой наблюдаем. Согласен. Ничего не понятно, но очень интересно. Что это было? О, Ернар Олимбеков, герой сегодняшнего вечера, конечно. Не совсем понятно. Он решил залежить поединок, но не в свою роль. Ну, знаешь, такая необдуманная попытка обхода гарда. Да, я так понял, что он пытался поднять ноги для того, чтобы обойти гард. Да, да, да. Пытался, знаешь, упереться плечом от ноги и сделать такое забегание. Ну, в итоге оказался в треугольнике. Благо, что времени оставалось мало. А то там был уже почти готовый треугольник. Ну, на самом деле, может быть, если бы посвежее был бы, конечно же, Азиз Усманов, смог бы за 10 секунд, наверное, завершить, знаешь, выйти сразу же на рычаг, либо же подвернуться и закрыть сразу треугольник. Ну, вот здесь времени много прошло. Что знаешь, удушающий, он же не болевой, он не работает. Он работает молниеносно, дышащий, он работает постепенно. То есть, даже если ты плотно закрыл треугольник, тебе нужно еще минут, извиняюсь, секунд 10-12 в среднем. Ну, там 10 оставалось. Да, наверное, да. Очень мало. Есть случаи, когда после гонга уже бойцы просто не встают, знаешь, они не успели постучать, но в целом уже уснули. Пошел вперед просто со страшной такой комбинацией Олимбеков. Необдуманный, с высоко поднятой головой. Есть попадание. Неужели передышал Усманов? Олимбеков по раундам 1-1. Все прекрасно понимают, что третий будет решающий. Усманов попадает и пошел бороться. Задача Олимбекова сейчас устоять. Устоять, не обказаться внизу. Нет. Все-таки попадается он на этот тейкдаун. 4 минуты еще впереди. Азиз, конечно, будет пытаться теперь это преимущество удержать. Любой ценой. А в теме красный работаем, красный работаем. Рефери сразу же призывает бойца из красного луга работать активнее. Боковой контроль. Но пока нет такой возможности для атаки. Не важно, будь то удары, попытка болевых. Я думаю, что здесь Усманов будет удерживать своего оппонента. И особо без риска проведет оставшиеся 3 минуты. Сможет Олимбеков встать на ноги. Ему сейчас, конечно же, нужно встать на ноги и не пропускать больше тейкдаунов. И, возможно, самому даже провести тейкдаун, оказаться сверху в гарде. Тогда шансы на победу все еще присутствуют. Но время у него еще есть. У нас 3 минуты впереди. Большая часть раунда. Вставал он уже с партера во втором раунде. И перевороты даже делал. Но вот насколько он сохранил силы, чтобы в третьем раунде это делать. Попытка сейчас, да, закрывает гард. Уже более-менее, да, такая безопасная позиция для Олимбекова. Но даже этого мало. Даже этого мало однозначно. Локти пошли в ход. Нужно вставать. Но Олимбеков, кажется, даже не думает об этом. Судя по его действиям. Удары в корпус. Две минуты до окончания третьего раунда. Усманов сейчас в открытую уже занимается тем, что тянет время. Да, очень мало попыток работы именно с гарда у Олимбекова. Попытка пойти за Кимура или будет свип отсюда? Что задумал Олимбеков? Хорошая задумка, но не хватает такой плотной работы в борьбе. Да, вот о чем мы с тобой говорили. Помнишь, начинает действие делать Олимбеков. Затем эти действия прекращаются так же, как и возникают. Минуту до окончания третьего раунда. Ну, знаешь, кстати, вот этот командный матч, мне кажется, самый конкурентный из всех, что был в рамках именно этого гран-при. Но он равный именно по своему составу. Да. Нельзя сказать, что вот, как мы в прошлый раз видели, команда одна против команды, другой, ты явно видишь, что вообще в целом мисс-матчи одни. Да, да. Здесь такого сложно сказать, потому что во время даже поединка чаша весов все время то в одну, то в другую сторону склоняется. Да, смотрим третий поединок и, по сути, третий конкурентный поединок. До третьего раунда доходит и качели, да? Да. Сюда-сюда. Да, Усманов просто на характере сейчас отработал раунд. Забирает он этот раунд однозначно. Ну что, получается, первый-третий за Азисом? Забирает, скорее всего, он этот поединок. И счет должен стать 7-3. Еще не все потеряно. Еще два поединка нашли. 77 и 84 килограмма. Ждем мы официального решения судей. Но, исходя из того, что мы видели, что было в первом, третьем раунде, думаю, победу должен забирать представитель из Кыргызстана. Это, конечно, наше такое заключение, больше такое фанатское. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, пустотемпо.